Канал Disney сделал не самый приятный подарок всем поклонникам франшизы Gravity Falls, соответственно самого мультсериала. В декабре месяце нам не стоит ожидать ни единой серии, которая бы нас могла бы порадовать. Только в следующем году ожидается следующий эпизод. Ну, раз уж такая возможность есть, пока я немножечко потянул резину. И, соответственно, только сейчас хотел бы вам поведать о таком эпизоде, как The Love God. Бог любви. Сценарий здесь, как обычно, за авторством Алекса Хирша. Он как бы следит за целостностью всего сезона. Но на первой роли был новичок в сценарном цехе. Это некий Джош Вайнштайн. Известен он по сценарной работе над Футурамой, над Симпсонами. И, как мне кажется, определенный такой свой стиль он смог привнести сюда. Этот эпизод немножко выбивается из той череды серий, которая была во втором сезоне. Он выглядит несколько отличным от них, если угодно. Я не могу сказать, что разница какая-то особо титаническая. Но лично, на мой взгляд, по ощущениям, The Love God был достаточно непривычным. И, честно говоря, это сказалось, я думаю, даже на финальной оценке, которая будет несколько ниже, я думаю, чем, может быть, вы сейчас ожидаете. Но, чтобы не сбегать вперед, немножечко поговорим о сюжете. Сюжет. Как легко догадаться по названию, в данном случае у нас история любовных отношений. Начинается все, правда, как-то слегка так издалека. На кладбище. Хороший старт для серии Love God. Все, что могу сказать. Бог любви, заканчивающий на кладбище. Тем не менее, все достаточно невинно. Никаких восставших мертвецов в этот раз. Не переживайте. Просто Венди с командой ребят, в которую теперь входит, судя по всему, и Дипперс Мейбл, рассматривает облака, пытаются угадать, что они себе представляют. Почему это происходит на кладбище, я не знаю. Просто захотелось. И они слышат некий странный звук, исходящий из одной из разрытых могил. И кто бы там мог быть? Кто бы там мог быть? Оказывается, там тот самый Робби, который до сих пор никак не отойдет от своего разрыва как раз-таки с Венди. До сих пор он обвиняет, в первую очередь, Диппер в этом. Потому что, ну, собственно, Диппер раскрыл, что Робби пытался при помощи специальной записи воздействовать на мозги Венди. Окей, темная магия. Тем не менее, Мейбл видит, что он весь из себя такой расстроенный. Хотя вся вроде бы остальная группа друзей достаточно неплохо себя чувствует, весело проводит время. Она решает это исправить. Она решает проявить свои навыки сводничества, которые уже были успешно реализованы на Суссе, вроде бы. Она решает применить их теперь и на Робби, найти ему пару. И, соответственно, чтобы он стал менее жалким, менее несчастным. Также здесь скрыта еще одна маленькая такая тема, что... Делать она, может быть, это даже не столько ради Робби, и не столько, может быть, ради, собственно говоря, реализации своих способностей суперсводницы, но в то же время, чтобы воссоединить эту группу, как-то дать ей... Чтобы все группы в этой группе, наконец-то, были счастливы. Там у нее даже есть такой прескурант, где там счастливые личики и грустные личики. Да. Единственное грустное личико было, соответственно, у Робби. После достаточно непродолжительных, на самом деле, поисков, она выбирает практически идеальную ему пару. Это, оказывается, любительница сотовых телефончиков Тамбри, которая в основном вот так вот, как бы, проводит свое время в группе. Она устраивает между ними свидание в кафешке. Оно проходит не очень хорошо. Потому что, как оказывается, Тамбри и Робби друг друга просто практически на дух не переносит. Но тут у нас появляется тот самый бог из машины, Дэвус Эксмакина, причем в данном случае практически буквально. На сцену выходит тот самый Лавгод. Что он здесь делает? Дело в том, что в этом местечке Грати Фолс, судя по всему, раз в год, проходит такое мероприятие, как Вудстик Фестивал. Вполне понятная иллюзия на фестиваль Вудсток. Туда съезжаются подростки, музыканты, всякие кантри-музыканты, всякая альтернативная поп-рок-группа. Все, что угодно, что связано с необычной, нестандартной музыкой. В том числе и вот этот новый солист Лавгод, который оказывается действительно настоящим богом-любьем. Там показывает свои суперспособности на местных жителях. Это выглядит немножко местами жутковато, когда по просьбе Мейбалон шипит ежа с ужом. Ну, в данном случае, там, про сутка с гадюкой. Мейбал там даже отпускает такой комментарий, какие же у них будут замечательные детки. Окей. Да, действительно, он оказывается обладает способностью влюблять людей друг в друга, не только людей теперь. Причем при помощи такого специального магического порошка. Да, вудсток, магический порошок, свободная любовь. Авторы знали, в какую тему влезть, окей. Мейбал, пользуясь случаем, ворует одну бутылочку, поспает там еду для Робби и Тамбри. Ну и, собственно говоря, здесь случается магия, они влюбляются друг в друга. Правда, эффект, оказывается, немножко не такой, на который, может быть, рассчитывала Мейбал, потому что известие о том, что эта пара сошлась, что Робби теперь с Тамбри, она на самом деле банально раскалывает ту группу, которая существовала до этого момента. То есть, один из парней, оказывается, был тайно влюблен в эту Тамбри, а Венди говорит, ох, как он только посмел, вот мы только что порвали, он уже нашел себе другую, хотя до этого ей вроде было пофиг, женщины. Здесь показывается достаточно, как раз таки, интересная химия внутри этой группы, что ее, как бы, удержало вместе. И там даже есть такой легкий момент откровения, когда Томпсон, такой парень, такой омешка, как принято, наверное, говорить, который всячески сносит всякие шуточки над собой в этой группе, вообще всячески делает все, что от него хотят. И он говорит, что я делал все возможное ради этой группы, это единственным был мой шанс, как говорится, чтобы у меня были друзья, а теперь все из-за тебя, из-за тебя, Мейбл, все это рухнуло. Как-то, там даже, по-моему, не столько из-за нее, сколько из-за, собственно говоря, Робби. Ну, не суть важна. То есть здесь Мейбл ощущает в первую очередь именно свое вину, и, да, там, с ее прескуранта облетает все счастливые лица. Символизм! Понимая свою, в общем-то, ошибку, Мейбл пытается немножко исправить положение, но каким образом? То есть еще раз обратиться за помощью к магии. То есть она знает, что Love God, бог любви, находится на фестивале, она отправляется туда, чтобы выкрасть у него разбивающие сердца, видимо, зелье, и туда же Томпсон приволокивает всю остальную команду. То есть здесь уже, как бы, такое место, где соединяются все сюжетные линии. Ну, там же, соответственно, отдыхает и Робби Стамбери, и там появляется маленький-маленький такой комедийный сапплот. Он начинался тоже практически в самом начале серии, где Стэн видит приезжающих этих подростков, о, господи, хиппи, баррикадируемся от них срочно в хижине. А там просто фишка в чем, что СУС предлагает ему немножко, как бы, использовать этот актив для получения прибыли. СУС поумнел с последних серий, заметно, интересно. И чтобы как-то провести впечатление на эту новую, неохваченную аудиторию, Стэн решает, что ему нужен воздушный шар, потому что там много воздушных шаров, парад какой-то, и он решает тоже выставить свой воздушный шар. И он получается криповым, самым криповым шаром, какой, да, только то можно было придумать. Он, соответственно, опять-таки в стиле бога из машины прилетит там и сыграет свою роль. Но пока, пока, соответственно, Мейбл и Диппер проникают в фургончик этого лавгада, где он что-то делал с парочкой. Ладно, не буду вдаваться в детали. Да, не находят нужной зелье, но тут их, как говорится, ловят прямо на месте приключения, и у нас следует сцена погони им, такая весьма, весьма такая даже неплохая. Заканчивается она вроде бы тем, что под действием чар этого лавгада, лавгада бога любви, Мейбл отдает ему, собственно, саму зелье похищенное, но вот тут-то как раз на сцену буквально влетает этот горящий, объятый языками пламени, шар в виде лица стена, и, собственно говоря, практически хоронит под собой божество любви. Символично. Стэн похоронил под собой любовь. Мне надо меньше вдаваться в детали по поводу этих серий. Как бы то ни было, зелье оказывается в руках у Мейбл. Она готова уже, как бы его, подобно злобной фее, разбивающей сердца развеять над Тамбри и Робби. Но в последний момент решает этого не дело, потому что она говорит, что, ну, мы уже и так достаточно мешались, и я не могу разбить им сердца. Ну, а группа-группа со временем как бы через это сможет переступить, сможет восстановить те связи, которые были таким образом как-то нарушены. И да, это происходит буквально в следующий момент, когда Томпсон появляется на сцене с каким-то там тортом дружбы, не знаю, случайно там пороняет этот торт, за ней начинает меняться охрана, потому что он там пронес еду. Это довольно глупо. Но вот эта глупость, вот этот Томпсон, который бегает от охраны, забирается на столб, она действительно объединяет группу. То есть мы видим, что ключевым элементом на самом деле был не Робби, не Тамбри, не какие-то другие отношения, был вот этот самый Томпсон. И он действительно оказался прав, что вот он столько всего отдавал этой группе, и в конечном итоге опять же смог ее как-то склеить вместе. Там такие даже в конце такие переглядки между Тамбри Венди, Робби Венди, когда такие, ммм, прикинь, ммм, окей. В общем-то сюжет практически закончен, то есть здесь есть такая как бы мораль о том, что, наверное, не стоит шипеть, почему зря людей. Не знаю, она довольно странная здесь мораль. Получился достаточно неплохой развлекательный эпизод, в котором было много интересных моментов. И, наверное, об этих интересностях, отсылках и всем прочем сейчас мы и поговорим. Отсылки и интересности. Наслаждение эпизода The Love God является отсылкой к фильму Дона Кнота, одноименному. О том, что Wood Stick, фестиваль, это пародия на знаменитый Woodstock, догадаться не так уж и сложно. Вполне уместно похоронный дом Валентина использует в качестве дверного звонка токату для Фуги и Де Минор – органное произведение Иоганна Себастьяна Баха. Имена музыкальных групп на фестивале Wood Stick являются пародиями на вполне реально существующие музыкальные группы. Так, Дракуа Уикенд – это Vampire Weekend, Lawrence плюс велосипеды, bicycles – это Florence and the Machine плюс машин, Boys to Infants – это Boys to Men, Boston, Massachusetts – не столь прозрачная отсылка, но вполне возможно это пародия на Capital Cities, ну а DJ OK – это OK GO. В серии есть множество отсылок к предыдущим событиям. Сам Ирвиновский костюм Робби в виде скелетона можно приметить валяющимся в его комнате. Ну а его негодование по поводу семейства Пайнс вполне объяснимо событиями Boys Crazy. Мы также видим коротенькое возвращение Мелоди из Suze and the Real Girl. Будто бы нам было мало напоминаний о предыдущих парнях Мейбл в Society of the Blind Eye, нам и решили еще раз напомнить о всех их. И да, если вы ломали голову, кто же этот парень с 10 долларов и купюры, то это вполне очевидно Александр Хэмилтон. Кстати, пара парней из команды Several Times появляется буквально на пару секунд рядом с мусорным контейнером. Еще одна отсылка к книге Deepers and Mabel's Guide to Mystery and Non-Stop Fun. Там упоминал, что Робби любит режиссовать в анимешном стиле, здесь же мы видим пример его работы. Также мы видим возвращение двух знакомых агентов Тайгера и Пауэрса. Они тоже решили заглянуть на фестиваль Wood Stick. Парочка отсылок к Society of the Blind Eye. Во-первых, у Стэна по-прежнему замотана его поврежденная рука. Также мы видим Блайнд Айвана, бродящим по Woodstockскому фестивалю. Буквально на считанное мгновение. Кстати, Мэйбл упоминает мультибера, мультимедведя из эпизода Deeper vs Manliness. Несколько неожиданно решил его посватать вместе с Робби. Самое время для криптограмм. Первая из них совсем коротенькая и предлагает нам, используя код, который можно приметить в серии, перевести его следующим образом. I eat kids. Я ем детей. То же самое послание, что мы видели на воздушном шаре Стэна. Ну а цифровой код в самом финале предлагает нам длинную-длинную фразу. Попробую ее прочитать. At the play or at the fair, I always see them standing there, Dressed in black there on my lawn. But when I turn my head, they're gone. Это намек на агентов Триггера и Пауэрса, которые мелькают там и сям, то во время спектакля, то во время фестиваля, где-то там, сзади, на фоне, но стоит только лишь повернуть к ним голову, они куда-то исчезают. Судя по всему, нам стоит ожидать их достаточно скорого возвращения. На этом все. Плюсы и минусы. Пройдусь коротко, потому что серия немножко такая in your face, то есть, что у нее есть, то она как бы показывает. Здесь не так уж много моментов, которые открыты для какой-то глубинной трактовки. Мне понравился все-таки такой слегка свежий стиль, который принес вместе с собой сценарист. Он немножко, может быть, и чисто субъективно, но эпизод, как мне кажется, слегка отличается от того, что мы видели во втором сезоне. Где-то в мелочах, где-то вот в темпе буквально событий, может быть, в каком-то, может быть, как расставлены акценты, насколько внимание уделяется вот этому саб-плоту. Обычно саб-плот все-таки достаточно в такой второстепенный сюжет. В сериях Gravity Falls очень сильный. Здесь он был вот just for comedy, то есть, чисто для комедии, больше ни для чего. В то же время, да, это вот чисто комедийная составляющая. Здесь была, на самом деле, довольно клевой. То есть, и шиппинг в исполнении Бога Любви, и воздушный шар Стэна с его, what the H, what the H, когда там падают буковки с этого самого воздушного шара. В плане юмора это было здорово. Это была, опять-таки, одна из лучших серий, на мой взгляд. Хотя, может быть, немножко и перегружена вот такой вот нарочитой драматизацией. О, как она посмела пойти с ним, а когда она ходила со мной, такая немножко в стиле каких-то большой стирки, таких вот несколько подростковых разборочек, можно так сказать. Это, может быть, как раз-таки можно отнести к минусам. Такой легкой вот этой вот перегруженности, ну, излишне показушной. Я понимаю, что не было времени на нормальное раскрытие этих моментов, но когда все оказываются, вот, а я на самом деле любил все это время тамбрия, а ты вот, ты мне не сказал, что ты любил тамбрия. Вот эта сцена, она была, конечно, не очень естественной, на мой взгляд. И она, не сказать, чтобы там как-то разрушила впечатление от серии, но немножечко его, может быть, подпортила. Отличная озвучка от Джона Димаджо. Конечно, он, ну, как бы, уздаваемый у него уже этот его фирменный голос, но здесь все-таки несколько для него нетипичный образ. Обычно он играет либо каких-то таких достаточно брутальных ребят, ну, либо таких слегка, ну, таких слегка типа бендеры персонажей. Окей, здесь он был более таким раздолбаем, больше таким вот, таким вот персонажем, таким вот именно лавгадом. То есть создал определенный образ, и образ, в общем, достаточно запоминающийся, мне понравился. Стэна было, конечно, маловато, но, опять-таки, вот его маленькая такая история с воздушным шаром была очень клювая. Также мне понравилась однозначно родня Робби. Я ее практически не упоминал в сюжете, но здесь все-таки скажу о ней. Родители Робби шикарны. Они занимаются ритуальными услугами, и в то же время просто пока с душно-позитивны. Я не думаю, что это было бы, не думаю, что это сработало бы где-то в реальности, такая вот гиперпозитивность, но когда она видит там, например, мать Робби видит радужный такой, весь такой радостный свитер на Мейбл, говорит, а вот помнишь там та старушка, которую мы скоро будем хранить? Вот очень ей бы подошел этот свитер. Окей, окей. А сцены, опять-таки, во время фестиваля с ними шикарно, шикарно. Такие... Я не хочу сравнивать их напрямую с люцами из Био Шок Инфинити, но вот это вот их такие вот взаимные, как бы такие фразочки, которые они дополняют друг друга, здесь было очень хорошо разогрено. Родители Робби тут просто зажигают. Я надеюсь, что мы еще их увидим обязательно где-то в будущем. Это было здорово, это было здорово. Мораль вышла, честно говоря, может быть, немножечко размытой, можно вмешиваться в судьбе других людей, но до определенного момента, когда ты не делаешь им хуже, я не знаю. Тут какой-то так вот прям четкой морали, может быть, и не было высказано. К тому же, мне не очень понравилось то, что в очередной раз Томсон оказался такой батманки, как принято говорить на Западе, опять же. То есть персонаж, который страдает ради других, который вынужден переносить все вот эти, все эти издевки исключительно ради того, чтобы держать всю группу в склеенном месте. Ну, как-то это неправильно, неправильно это, на мой взгляд. Ну, да, это как бы его выбор, это его сознательное решение, судя по тому, что мы видим в самом эпизоде, но я не могу сказать, что мне понравилось, мне понравилось такое изображение отношений в группе. Так что, как-то так вот. Плюсы есть, минусы есть, общие впечатления нормальные. Угу. Пора переходить к итогам. Эпизод вышел хорошим. Хорошим. То есть он смог обойти очень много таких подводных камней, которые лежат всегда на пути серии о взаимоотношениях, о установлении каких-то любовных отношений, о влюбленности и так далее, и так далее. Что-то похоже, опять же, я понимаю, что я ссылаюсь на всю ту же самую Дохлую Лошадь, я ссылаюсь на Малета Пони Фрэндж Пиз Мэджик. Но та же серия с Пик Маком и Чирли тоже был очень похожий приём, что есть некое зелье, которое позволяет соединить между собой пару, но есть как бы побочные нежелательные эффекты. Здесь как бы побочных нежелательных эффектов от самого зелья нету, но есть эффекты, которые Мэйбл не смогла предусмотреть. То есть тоже какая-то расплата за применение этой магии. В принципе, было реализовано практически на одном и том же уровне, достаточно действительно неплохо. Может быть, конечно, мне не так интересна вообще сама по себе пара Робби и Тамбри. Я просто не вижу, куда авторы смогут с этим дальше пойти. Они были действительно вот... Там даже гипер отпускает такой комментарий. О, господи, они даже идут, обнявшись как парочка, что-то в таком духе, где они там идут уже на концерт. Это действительно выглядело... Ну, не сказать, чтобы мерзко, но это было не очень для Gravity Falls. И вот такие вот не очень моменты, они, к сожалению, в серии были, и они слегка подпортили общие впечатления. Поэтому я, к сожалению, не дам очередную супер-пупер-высокую оценку. Пока для меня это, наверное, все-таки слабейшая серия во всем новом стартовавшем втором сезоне. Я дам твердую четверку. Это не падает ниже уровня хорошо, действительно хорошо, но и не поднимается особо выше его. Это просто хорошая серия, которая, может быть, пришлась бы ко двору, ко Дню Святого Валентина. Я не знаю, почему они выпустили в декабре. Такое ощущение, что все расписание и показы серии Great Foods банально куда-то уехало. Потому что та же серия из, собственно говоря, ну, так, как я определил, хэллоуиновская, она, по-моему, вообще как бы ушла чуть ли не в начале октября. То есть, вот какие-то такие моменты, которые мне кажутся выпадающими, ну, не соответствующими графику выхода серии. Ну, окей, может быть, может быть, я чего-то не понимаю. Может быть, может быть, так и правильно, именно в такой очередности показывать эпизод. Получилось, повторюсь, достаточно неплохо. И в следующем году обязательно продолжим обзоры на Gravity Falls. Но перед этим я хочу сделать маленькое предложение. Не спешите выключать видео, как говорится. Так как декабрь сравнительно свободен, у меня есть, правда, там кое-какая мелкая работа, я готов сделать один обзор по вашему желанию. Любой мультфильм или мультсериал, не слишком длинный, правда, который вы хотите, чтобы я слегка вот так вот обсудил на камеру, рассказал о нем, поделился своим впечатлением от него, пожалуйста, вы можете написать в комментариях. И достаточно, я думаю, правильным образом, что чаще всего у меня будут просить о том, я постараюсь поговорить чуть более подробно. Какие-то вещи, конечно, мы затрагиваем на анимокасте, но тут будет как бы чисто мое персональное, личное мнение. И я постараюсь сделать, может быть, даже достаточно в развернутом варианте. Пользуйтесь таким шансом. Опять-таки, мультсериалы, полнометражки. Единственная просьба, пожалуйста, все-таки, наверное, что-то связано с мультипликацией. Хотя можно предложить и что-то еще. На сегодня же это все. Смотрите хорошие мультсериалы. Может быть, и мои обзоры продолжайте. До скорых встреч.